Один день с Коми Пермяком. В Перми проходит фестиваль, посвященный культуре этого коренного народа при Камье. Постановкой необычных спектаклей занимается независимая театральная компания НИМХАТ. Перформансы можно увидеть на разных площадках. Филармония Триумф, Диджитал Порт, Ботсад Госуниверситета. На одном из спектаклей побывала наша съемочная группа. В 2015 году театральную компанию НИМХАТ создали студенты Пермского медицинского университета. За семь лет работы коллектив поставил более 20 спектаклей, а некоторые из них стали номинантами премии «Золотая маска». Этим летом театр проводит Коми Пермяцкий НИМХАТ-фест, посвященный культуре и языку этого народа. Если пройтись по улицам Перми, спросить, то, мне кажется, каждый десятый только ответит, кто такой Коми Пермяк и вообще есть ли они на этом свете. Свои постановки НИМХАТ показывает в абсолютно разных местах – от маленькой кофейни до ботанического сада. В этом проявляется новый экологичный подход к пространству. Актеры приходят на место и делают его театром. К примеру, медиаспектакль «Один день с Коми Пермяком» проходит на втором этаже Центра городской культуры. Для этой постановки коллектив театра отправился в экспедицию по Коми Пермяцкому округу. Село Архангельское, деревни Пронина и Кукушка. Постановщики устанавливали камеры в разных местах и фиксировали разговоры и действия Коми Пермяков. Мы вообще начали исследовать само слово «событие» и думать, что событие для Коми Пермяков, допустим, сравнивать, а что событие для нас. И вот, собственно, вот эти какие-то простые события, какие-то простые жесты, Коми Пермяцкая речь, они и стали главной идеей спектакля. То есть ничего нет специального, всё вот так, как оно есть. Спектакль длится 3 часа, 1 минуту и 7 секунд. Каждый зритель может начать или закончить просмотр в любое время. В самой постановке нет актёров. Всё действие происходит на нескольких экранах, а мы наблюдаем за жизнью Коми Пермяков почти в онлайн-режиме. Новый спектакль театра «Нимхат» как всегда интерактивный. Каждый зритель может выбрать, какой канал звука он хочет слушать – первый, второй или третий. Включить, переключить в любой момент. В постановке спектакля активное участие принимала Коми Пермячка Дарья Калина. Она помогала переводить тексты с Коми Пермяцкого языка на русский и подсказывала особенности культуры этого региона. «Для городских жителей Коми Пермяцкий язык умирает. А я, как представитель этой культуры, говорю, что нет, да никогда он не умрёт. И это вообще, когда кто-то говорит, что Коми Пермяцкий язык на гранище знамения. А я знаю, что все там, в Коми округе, спокойно разговаривают на нём. Это, конечно, трогает». Увидеть постановку «Один день с Коми Пермяком» можно каждый день в 19.00 до конца этой недели в Центре городской культуры. Также Немхат покажет акустический камерный спектакль «К реке». В его основу любли народные песни и письма о любви на Коми Пермяцком языке. Ещё одним ярким событием фестивальной недели станет танцевальный перформанс. «Можно увидеть танцевальный перформанс «Коми Пермяцкий алфавит». Это где 35 перформеров совершенно разного возраста, совершенно разного танцевального опыта, вплоть от шестилетнего ребёнка, который вообще не занимается танцами, до солиста пермского балета, будут танцевать под разные треки. Треки созданы специально из букв Коми Пермяцкого алфавита». Полную программу Коми Пермяцкого Немхат-феста можно найти в группе Немхат во Вконтакте. Мария Лепихина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.